Привет, я Олеся Медведева, а это Ясно Понятно блог на канале Страна.юэй. Снова начну с нападения на нашего журналиста Влада Бавтрука. Его избили на митинге Порошенко против Шария и Клюева во вторник. За это время журналисты страны уже установили личность нападавшего. Это неонацист Цымбалюк. Он прославился на весь мир как агент СБУ, который исполнял роль киллера в инсценировке убийства Аркадия Бабченко. Вот он и напал на Влада и, повторюсь, его личность установили мы. Что сделала полиция? Да ничего. Ничего не слышно о том, чтобы кого-то вызвали на допрос, не говоря уже о вручении подозрения и задержании. При этом он продолжает открыто угрожать Владу судьбой Бузины в комментариях. Пишет, ставит смайлики и явно не боится никакой ответственности. Ни единого слова по поводу этого дикого преступления не сказал Зеленский. Правда, об этом вскользь упомянул глава Офиса президента Андрей Богдан в своем видеообращении. Ну так, знаете, сухо, декларативно, мы требуем, мы обеспокоены. Ну и, как обычно, риторика понятна. Такий митинг вчера был проведен, и он сопровождался погрозами застосования насильства и соответствующим застосованием насильства относительно журналистов. Зато пошла интенсивная возня вокруг снятия Шария и Клюева с выборов. На это политической воли у властей почему-то хватило. А о нападении неонациста на журналиста страны так вскользь, между прочим, да? Мол, так ему и надо, что ли? Что это все означает? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Начнем с Клюева и Шария. Как известно, ЦИК снял с регистрации обоих, потому что они не проживали в Украине последние пять лет, а это норма Конституции. Они утверждают обратное, но ЦИК им отказал. Потом они судились, выиграли суд, их зарегистрировали, а потом снова сняли. Вы знаете, можете на меня злиться, обижаться, ругаться, но извините, я не буду на черное говорить белое, просто чтобы кому-то понравиться. Клюев и Шарий действительно не жили в Украине последние пять лет. Да, они в свое время покинули страну нелегально. И потому в погранслужбе нет официальных данных о пересечении границы. Но это не отменяет того факта, что последние пять лет в Украине они отсутствовали. Клюев, правда, утверждает, что все эти пять лет он жил в Донецке, но это тоже неправда. Он в ДНР, так же, как и большинство других соратников Януковича, персона нежелательная. А потому жил он в Подмосковье, в России. По Анатолию ситуация еще более очевидная. Каждый, кто следил за его творчеством, прекрасно знает, что он уже давно проживает в Европе. В 2012 году он получил убежище в Литве, так как в Украине были против него сфабрикованы уголовные дела. О чем тогда широко сообщалось. Плюс огромное количество фотографий в соцсетях из европейских городов. Можно, конечно, утверждать, что это галимый фотошоп, но зачем? Но другой вопрос, стоит ли осуждать Анатолия за то, что он вот так, очевидно, не имея права на участие в выборах, все равно идет на них и доказывает, что право имеет. Тут люди пусть сами определяются со своим мнением. На этот счет отмечу лишь несколько моментов. Норма о пяти годах проживания в Украине откровенно дискриминационная для тех лиц, которые подвергались политическим преследованиям. И были вынуждены по этой причине покинуть страну. Более того, она ущемляет права человека, о чем уже есть решение ЕСПЧ. По делу майора Мельниченко, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом нардепа в 2002 году, потому что он не жил в Украине. Второе. ЦИК регистрировал других людей, которые пять лет постоянно в Украине не проживали. Саакашвили, например, или в 2012 году Авакова, который до того скрывался в Италии от уголовных дел, которые возбудили против него при Януковиче. Ну и третье. С политтехнологической точки зрения Анатолий делал все правильно. Он ведет на выборы партию, но сам право принимать в них участие не имеет. Но он все равно подается, его на выборы не допускают, он поднимает хайп, привлекая внимание к своей молодой партии. То есть тут все логично и понятно. Анатолий подал документы, ЦИК ему отказал. Но партию саму на выборы допустили, а вот потом начались странные вещи. Верховный суд встал на сторону Анатолия и удовлетворил его иск, но при этом не предписал ЦИК зарегистрировать его кандидатом, а повторно рассмотреть. Далее чудеса продолжились. ЦИК рассмотрел и зарегистрировал Шария. Порошенко и Порохоботы подняли хай, собрали митинг, избили журналиста страны, у Зеленского озаботились. Но в основном озаботились тем, как же не допустить Шария и Клюева на выборы. Больше всех озаботился Баканов, это новый глава службы безопасности Украины, назначенный уже Зеленским. Он написал бумагу, где подтвердил, что обоих на территории Украины последние пять лет не было. Аваков еще прислал какую-то бумажку и ЦИК торжественно и единогласно сняла их с регистрации. Что это вообще было, спросите вы? Есть две версии. Первая версия, ее сразу стали озвучивать сторонники Зеленского. По их мнению, все, что произошло, это многоходовка Порошенко. Верховный суд подконтролен Порошенко, большинство ЦИК также подконтролен Порошенко и Народному фронту. Поэтому они разыграли сценарий по приказу экс-президента. Сначала Верховный суд встал на сторону Клюева и Шария, а ЦИК обоих зарегистрировал. Потом Порошенко собрал митинг, все начали кричать о вопиющей зраде, обвинять Зеленского в потакании реваншистом. Поруби, что ты там вещал в Раде и требовал. А ЦИК прислушался к этому ору и снял Клюева и Шария с регистрации. И Порошенко типа на коне, а Зеленский весь в дерьме. На эту версию намекнул глава офиса президента Андрей Богдан. О ней же заявил кандидат от «Слуги народа» известный блогер Александр Дубинский. Во-первых, я хотел бы о фундаментальной причине сегодняшнего события поговорить. Потому что, смотрите, ведь Порошенко призвал людей выйти на улицу по итогам решения Верховного суда, сформированного Порошенко. Если вы поищите в гугле, вы найдете его там реляцию о том, что Верховный суд сформирован в результате проведенной им реформы и готов к работе. И сформирован прозрачно на основании конкурса. То есть Верховный суд, сформированный Порошенко, принимает решение, согласно которому Центральная избирательная комиссия рекомендует еще раз рассмотреть документы Шария и Клюева. И Центральная избирательная комиссия, большая часть состава которой, кворум которой составлен из людей Порошенко, регистрирует Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты. А потом парахаботы Порошенко, Роман Синицын и Бутусов призывают людей выйти на улицу на мирный митинг против решения Верховного суда Порошенко, Центральной избирательной комиссии Порошенко. И устами Порошенко же собирают людей на улицу. Рассматривают это исключительно и только как вот такую прямолинейную, извините за грубое слово, тупую в стиле Петра Алексеевича провокацию, направленную на создание очередного предпосылки для срыва выборов. Это все сделано руками Порошенко. В данной ситуации и Клюев, и Шария являются, к сожалению, инструментами, инструментами, которые Порошенко же использовал для того, чтобы вот эти протесты состоялись, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Так что рассматривайте это исключительно как очередной вот такой вот акт демонстрации, так сказать, национального единства со стороны господина Порошенко. Национальное единство я безусловно беру в кавычки. Он выступит против Клюева и Шария, и потом звинуватит в этом всему Зеленского, который начебто допустил этих кандидатов, этих политиков до выборов, да? Смотрите, вот еще раз я хочу подчеркнуть, что я рассматриваю эту ситуацию как многоходовку, полностью проконтролированную Порошенко. Его судьи, его центральная избирательная комиссия регистрирует двух кандидатов, которые могут вызывать определенное протестное настроение в обществе, и сам Порошенко пользуется этим поводом для того, чтобы вывести людей на улице. Знаете, в моем еврейском действии таких людей называли словом «поц». На чем строится эта версия? На том, что и Верховный суд, и ЦИК – это те структуры, которые все еще подконтрольны Порошенко. И как я уже говорила, для партии Порошенко сейчас огромнейшая проблема – пробраться в Раду. Потому что от его 25% во втором туре или даже 16% в первом туре активно откусывают голоса, партия Голос Вакарчука, националисты, Гриценко, партия Гройсмана. Поэтому ему надо показать, что он националист покруче Тегнебока и бандеровец похлеще, чем Фарион. А Зеленский – это взрадозрадное, реванш, ползучий, наступающий, как лавина такая с Карпатских гор. И от этого реванша, конечно же, может спасти кто? Батько Натсии! Петр Порошенко. Ну, это он так думает. История с регистрацией Шария и Клюева в определенной мере помогла разыграть эту карту Порошенко. Потому что потенциальные избиратели Шария и потенциальные избиратели Порошенко – это две разные галактики, которые ну никак не пересекаются. Обитатели галактики Порошенко, Шария и Клюева не любят, мягко говоря, очень мягко. А потому на хайпе против них Порошенко может заработать политические очки. А проголосует ли кто-то за Шария или нет, Порошенко это абсолютно все равно. Потому что те, кто теоретически могут проголосовать за Шария, никогда не проголосуют за экс-президента. Они могут проголосовать за противников Порошенко, за слугу народа, за по-платформу. Но точно не за партию Европейская Солидарность. Поэтому для Порошенко Шарий и его партия, а также Клюев интересны в основном с точки зрения объекта для хайпа, чтобы повысить свой рейтинг. Но это вот была одна версия, о которой сторонники Зеленского сейчас очень много говорят. Сам Анатолий Шарий, естественно, думает по-другому. Новая власть прогнулась под старую власть. У них даже, они попытались запустить такую историю, что, мол, это Порошенко все делает для того, чтобы сорвать выборы. Вызвать там какой-то резонанс, сорвать выборы. Да, конечно. Это ж Порошенко позволил мне выиграть один суд. Потом Порошенко сказал, цыку, не-не-не, откажите. И мы отправились и выиграли второй суд. Тоже Порошенко помог. А потом Порошенко сказал, еще раз, еще раз откажите. Это ж Порошенко думает на 8 шагов вперед. Умный-умный Порошенко. Совершенно внезапно на вот этот вот, ну, нехитрый развод старой власти начинают охотно откликаться люди из первой десятки слуги народа. Глава администрации президента тоже реагирует на данную ситуацию. Ну, как он может не отреагировать на эту ситуацию? И пытается вяло троллить Порошенко, рассказывая, что, так это ж ваш суд, так вот это ж... А, так еще Порошенко все решает все-таки в стране? Или все-таки суд может быть независимый? Не. Сам Зеленский не успел прокомментировать столь важную ситуацию. Но прокомментировали, мне кажется, уже все, кто только мог. И вот, во исполнение приказа Порубия, СБУ предоставляет справку, и ЦИК с чистым сердцем отказывает мне, несмотря на решение Верховного Суда. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем полицилу, которые боятся так, как я не помню, чтобы боялись хоть кого-то. Я не помню со времен обретения независимости в 1991 году, чтобы кого-то так боялись, боялись истерично, боялись до просто до разрыва пятых точек. Ну, как бы там ни было, даже если бы это была какая-то многоходовка Порошенко, то зачем в ней решил принять участие Зеленский? Зачем Баканов влезал в это дело? Если это тема Порошенко, то зачем ему подыгрывать? Пусть бы сам и разруливал всю эту историю. А так это все выглядит, что Порошенко и его пару сотен отморозков пришли на Майдан и действительно нагнули и Зеленского, и СБУ, и ЦИК. Вывод, в общем, тот же, о котором я уже много раз говорила. Для Зеленского и его команды по-прежнему важнее мнение 25% его врагов, чем 73% его избирателей. И это же не первый случай. Совсем недавно глава офиса президента Андрей Богдан в своем интервью высказал очень осторожную мысль, что нужно как-то аккуратнее с правами русскоязычного населения поступать, что не нужно как-то уж слишком рьяно украинизацией-то заниматься. Сказал он это с огромным количеством оговорок и как-то вот совсем неопределенно. Но тут же поднялся парах обоцкий и нациковский хайп. И вот уже член первой пятерки «Слуги народа» Стефанчук спешит опровергнуть слова Богдана, мол, это не позиция партии. И так во всем. Как бы вот так выразиться по всему этому поводу, чтобы не нарушать закон о так называемой дематюкации? Скажу так, это очень неправильный путь, Владимир Александрович. Неправильно, когда вы реагируете на вой Порохоботов по поводу Шария и Клюева. Допустим, они себе там беснуются. Но почему-то не реагируете на избиение нашего журналиста. Это путь в никуда. Это путь Порошенко. Не для этого. За вас люди голосовали. Хватит думать. Делайте. На этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна.юэй. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео со своими друзьями, пишите комментарии. Под этим видео совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok